так в москве снег раскидывают ребята увидите ворона с веточкой полетела вон там ворона с веткой у меня папа говорит что вообще нужно по птице по какой смотреть по вороне вот как ворона только понесет веточку в руках в клюве и начнет видеть гнезда это значит настоящая уже пришла весна что похолодание основных уже не будет вот она сидит с веткой видите что такой распокус вот все полетела значит будет точно весна никого откуда не привез он сначала нагребал вот здесь вот всю зиму сюда набрасывал снег практически уже до четвертого этажа потом пришли дворники вот этот еще там кто-то какой-то второй был они ну как обычно лопатами просто разгребали на он приехал и вот практически на детскую площадку завез вот этот грязный снег ну а куда его девать него возить же тоже он как какой-то странная работа у дворника конечно около машины прямо чья машина не знаю а конечно поломанная покоцканная вся но зачем ломом это делать и ничего не понимаю двойная работа сегодня на улице у нас до плюс 7 днем поэтому что он делает а вчера с той стороны получается улица касаткина касаткина вот там с той стороны есть выезд у нас со шлагбаума вообще такие набросали как называется булыжники вот эти снеговые что выехать просто невозможно было кто-то на голосование ходит кто-то вот пожалуйста спортом у нас занимается во дворе как-то странно выборочно там постучит здесь постучит на него нелогично все как-то если уж идешь так иди тогда вот я пошел там от края от одного от края тык-тык-тык-тык вот так вот бы сюда а то он тут что-то поколотил там поколотил здесь поколотил ну конечно так снег быстрее растает это безусловно безусловно снег быстрее так растает но как-то не это не по-моему не нелогично все делается тут там постучал там женщина пошла позанималась я просто сижу кровать там заправили все остальное только грохот главную видел что они тут что-то раскидывать начали вот это тут у нас снег огромнейший этот такой практически до четвертого этажа было снега слышу трактор ушел от картина маслом вообще конечно нужен дождь и тогда снег быстрее уйдет не нужно будет вот тут это все делать на улице тепло плюс 7 но он долго ведь читает если было бы дождь вот в том году как-то пошел дождь и прямо мы с паша смотрели на деревья вот на эти штуки они образуются такие лунки знаете вот как там вот тут вот такие только не все больше больше снег тает 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 видно там было сейчас в этом году почему-то дождико нет он так просто тепло поднимается и все температура имеется ввиду сегодня утром солнце такое хорошее было сейчас уже все затянуло пасмурный там павлик дорабатывает паш поздоровайся то есть чтобы утром не так как за это утром все происходит а то я там начал влог быстрее быстрее в самое интересное вам снять что у нас ребята короче голосование идет сегодня вы смотрите до видео это воскресенье в пятницу субботу мы никак не могли добраться вообще хотел проголосовать онлайн никогда этого не делал но паша проворонит свое счастье потому что мы хотели постараться выиграть там 100 тысяч рублей через мосору можно было выиграть определенную сумму но как не то что ты пришел на выборы тебе заплатили деньги за твой голос а грубо говоря это как лотерея ну просто принимаешь участие голосуешь онлайн и потом там после что-то после до какого-то там числа 18-го там 19 или какого-то ну типа такого но нужно было это делать до 11 до 11 марта и я спасший короче мы этого не сделали поэтому пойдем сейчас пешочком голосовать своими ножками можно позвонить ну короче неважно важно в том то что слушать сейчас смотрим новости не новости просто читаем пабликах различные там новости ребята мы просто удивляемся сколько вот как это пошли называется когда вот но вот это вот то что происходит с руки попытаются сорвать голосование как эти люди называются типа как же них нет 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 как это типа провокатор вода провокатор типа провокаторов такие и самое главное смотришь у них берут интервью до берут интервью о том что типа не то что для чего вы это сделали не то что для чего это сделали они рассказы что им там поступил звонок на телефон не знаю видели вы не видели в интернете это вот и типа позвонили там по телефону там туда сюда и спрашивают за что вы типа для чего вы это делаете она говорит там 1 2 3 там кота пенсионерка 2 какие-то женщины очень неважно кто-то поджигает урны кто-то зеленкой обливает они говорят за 30 тысяч рублей и предложили значит 30 тысяч рублей ребята вот блять насколько обесценен обесценена жизнь человека да вот 30 тысяч рублей ты идиотка блять дебилка 30 причем год я пошла там ребенок у меня годами сказали вас есть зеленка по телефону не позвонили на кредо у меня же ребенок ты дура ебнутая за 30 тысяч рублей сейчас тебя посадят нахер неизвестно за сколько тридцать тысяч рублей до за 30 тысяч рублей сейчас зарплата 30 тысяч рублей не кажется вот в любом регионе можно строиться на 30 тысяч рублей насколько я уж понимаю идейные какие-то там два там что-то какая-то идеология там сказать там я вот там против того то против там еще чего-то там я понимаю там какие такие в этом мы сказали понятно ладно можно понять идеология человека там такая да там либералка какая-то лиb liberally бzers либо там не знаю коммунистка какая-то ярая я там это бы еще понял это бы как-то было бы но понятно мне но я понимаю если бы предложили бы 3 миллиона либо там не знаю 300 тысяч да там понятно пошла в тюрьму 300 тысяч там детям оставила еще еще неизвестно заплатит эти деньги либо нет нужно 30 тысяч рублей это нужно быть насколько вообще сломанным на голову человеком еще раз говорю вот насколько обесценено вообще вот понятие человеческое я еще еще раз повторюсь я бы понял если это была бы какая-то идеология идеология человеческая что против там того то того то того то мне нужно вот я вот хочу вот так вот сделать я вот жила так вот делать потому что там не вот это все не нравится и вот считаю что это вот там не знаю это выборы неправильный не в то времени не весну не в марте надо было проводить там в июле месяцы, в мой день рождения, или там еще как-то, нет, ну просто 30 тысяч рублей, ну бред собачий, вот ребята, докуда, вот просто вот уже, вот просто разум докатывается у некоторых людей, просто до ниже принтуса короче, вот мы сейчас пойдем голосовать, не знаю, правда, может быть на МОСРУ позвоню, ну я думаю, что навряд ли, потому что, правда, я проворонил 11, до 11 числа нужно было все это сделать ну, короче, не знаю, я не призываю никого идти голосовать или голосовать, либо не голосовать это дело и право каждого человека волей и изъявления но мне кажется, что в такие моменты, когда выборы президента да, можно там за Госдуму не голосовать или еще что-то, мне кажется, что сегодня, вот вы смотрите видео, в воскресенье сегодня вам еще можно сходить проголосовать мне кажется, что нужно это сделать открепительные конечно, если вы где-то там по регионам живете на месте прописки, это конечно уже нет вот, но если вы живете по месту регистрации, по месту прописки, сходите проголосуйте проявите свое гражданское воле и воле изъявления сделайте это поставьте галочку за того кандидата их там не так много 4 а вот за того которого считаете нужным но не дайте воспользоваться вашей бюллетенью нашему вот этому как-то называется там ну где-то там вдруг там да говорят что может где-то за вашу галочку поставить бюллетени отстаются и все остальное в общем сходите просто проголосует не ленитесь не ленитесь да в советское время голосование это было праздник музыка играла там не знаю бутерброды раздавали еще что-то но я просто еще почему об этом говорю потому что через некоторое время я сейчас вот здесь постараюсь прикрепить вот этой стороны 6 лет назад 6 лет назад я ходил на голосование с пашей еще выдавали такие значки типа я выбрал президента это было шесть лет назад как время быстро пролетела моментально просто моментально время пролетело это было 6 лет назад и тогда еще спрашивал голосование проголосовал ли вы либо нет теперь здесь тоже тогда instagram типа работал запрещенные сейчас социальные сети россии вот там было голосование у меня от вы теперь здесь напишите в комментариях проголосовали вы или нет помните была реклама голосуй или проиграешь поэтому собирайте манаточки до 8 часов по моему работает сегодня еще комиссия вот это избирательная школу или где-то у вас открыто идите и голосуйте не сидите еще раз говорю дома не сидите не ленитесь потому что когда вы горите ничего не изменится а ничего не это надо идти голосовать за любого кандидата за того к за которого считаете нужным собрались в общем и на голосование идем такие вот и паша поет такую голосовать если хочешь забыть про голосование забудь и никому уже не вернулись в общем пошли мы голосовать у нас не дарится сзади ну вот он тут и тут тут и мч какой-то распоряжение что я тебя что происходит все происходит там мотают здесь мотают уже такое и у нас вот гимназия прямо вот рядышком с домом вот мы сейчас в эту гимназию и проголосуем выполним свой гражданский долг мы без зелен без чего йода без спичек без бензина мы просто идем даже без ручки раньше помните да говорю как было придешь на голосование там песни бутерброды что-то там еще вот прямо праздник был сейчас вот праздника такого не чувствуется но все равно я делал новые сережки я делал уже по шамане дарила джинсы ботиночки начистил и паш пошел голосовать 6 лет назад паша ты по-моему работал да что не ходил на голосование а мы ходили с соседями всей гурьбой пришли все по буквам по своим по алфавиту расселись галочки поставили значки получили в этом году я не знаю что дают хоть нет колбасу сервела бы какую-то давали каждому по батону хоть москве вообще говорят же москва это как другая какая-то вселенная другого государства другое государство уже не начали выползать собачьи говно видите как собака воды до гуляют не убирает своими собаками прости господи ами вылезает бутылки алкашки вот эти всякие алкашня в общем хорошо мы с вами провели зиму ребята неуважительно друг другу и бутылки собачье говно в общем все в кучу я прямо около к виду к прямо здесь пойдем голосовать все проголосовали мы идем на в днх немножко прогуляться сегодня мы еще хотим вас поздравить с проводами русской зимы сегодня праздник масленица пеките блины а сегодня прощенное воскресенье помда или это прощенное воскресенье пока не под конец под конец поста сегодня точно да тут просто это как-то много вас здесь и катаются и все и я же мать вышла с детьми они тут между людей катаются не может этими 10 человек 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 этот так называется Колокда когда прощенное воскресенье танец сегодня прощенное воскресенье конечно давить она же не в пост или или и подожди лизане вербное воскресенье потом промышленно воскресенье 17 марта сегодня сегодня проще на воскресенье точно сейчас я посмотрю да ребята сегодня проще на воскресенье паша прости меня пожалуйста за все и вы нас простите прости прощения быстро за все вот поэтому не забудьте попросить прощения у любого человека кто вам встретиться на вашем пути вот я сейчас буду на пвднх идти и буду всех просить прощения а вдруг я когда-то кого-то словом либо делом обидела сама этого не заметил поэтому попросите прощения и и что из получается кто будет сидеть на великом посту сидеть ну как соблюдать его сидеть это неправильное слово соблюдать пост вот тому конечно большущий респект тому большущий респект ну всех православных крестьян и кстати не путайте два разных праздника масленица это масленица и она никакого отношения к православному празднику праздником вообще не имеет абсолютно нет просто в том году наш этот как его зовут пресвятейший кто он там главный кирилл или как его там зовут алексей при кирилл поздравлял всех с праздником масленицы и сустро игру немножко что-то перепутал это вообще языческий праздник который православному вообще календарю и вообще к православию не имеет никакого отношения это языческий праздник это же самое что вы будете отмечать католическое рождество поэтому масленицы то масленицы православие это православие идем посмотрим что-то может быть это интересное будет на на выдан х с масленицей связанные мы вам покажем если нет то все леви что-то другой заснею это вообще не ставь это надо будет смотреть сейчас я покажем и на других званях готовы а вы гости нас поддержите да вместе с нами про путешествовать сможете ух карета наша-то сейчас уже скоро двинется с колесами гнутыми а вы гости наши дорогие смело за нами шагайте да не стыщайтесь ведь будем мы с вами сегодня целый день петь гулять да веселиться потому что вас будет на дворе как бы баян бы что-либо баяни стоит и не играет баяни стоит и не играет ну-ка и у по а и а , Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ля-ля-ля-ля. Это все люди, которые идут и хотят бесплатные блины. Спасибо, с праздником. Ёлки стоят еще, ребята, по периметру, видите. Но уже украшения с них сняли. У Росгвардии тоже масленичное шествие. Видишь, куда-то пошли. Блинчики тоже, наверное, бесплатные есть. Вот так. Пошли куда-то шагать. Все бургеры едят. Я бы тоже к этому году даже с тобой ни одного блина не съели и не делали. В том году мы с тобой сидели на ПП, но все-таки что-то мы как-то съели, по-моему. Что-то я либо готовил, либо мы где-то покупали. Да было-было. Да, было. Но в этот раз что-то мы совсем без сего. Ну и ничего страшного, неважно. Главное здоровье. Красиво смотрится, видите. Первый павильон. Золотой шпиль. Звезда. И бегущая девушка. Ой, каких-то под музыку. Ой, сейчас меня тут забанят. За музыки выключу пока. Этот, как его зовут, комплекс жилой режиссер. Или как его называют, да? Режиссер, по-моему. Конечно, он испортил. Есть вид на ВДНХ. С одной стороны получается такая красота. Фонтан. Еще не работает. Еще, ну, Останкинская башня. Колесо обозрения. Никаких видов домов. Ну, такое пространство. Дыхание. Вот там вдалеке есть. Вот эти вот небольшие домики. Видите, там, скольки они там. Ну, пусть там 12-15 этажные. И с другой стороны такая хибара. Просто вообще. Вот просто хибара. Самая натуральная. Вот тут вообще. Строится на территории... Почему режиссер называется жилой комплекс? Потому что строится на территории киностудии Горького. Имени Горького. Там кое-что осталось. Но киностудии уже толком нет. Никак на Мосфильме. На Мосфильме до сих пор что-то где-то снимают. Смотрите, какой стоит. Вот. А не снимают. Там есть какие-то небольшие. Типа в киностудии там снимают. Малахов на свою программу. Снимал сейчас, не знаю, какие-то типа детские различные коммерческие учреждения. Они связаны типа тоже с театральной деятельностью. Либо там типа студии типа платные. Можно было как музей сохранить ведь. Правда ведь. У нас все, лишь бы застроить не работает еще фонтан, естественно. Обычно их запускают где-то в конце апреля. И каждый год мы не успеваем, попадается работа, график, не успеваем прийти на запуск фонтанов. Но один год это было как-то прямо праздничные. Собянин приезжал здесь прямо такое было, как типа в Петергофе целый праздник. Фейерверки, что фонтаны запускали. А потом все упразднили так, чисто запустили, запустили именно такого-то числа. Ну все. Снега еще много, видите, в чаше сколько. Еще не подтаял. Но хочу сказать, их уже где-то неделю назад, полторы, говорили по новостям. Видите, там вот вода бежит, что уже прочищают форсунки, насосы. В общем, уже идут работы по запуску, так скажем. Готовится к запуску. Видите, вот здесь тоже. Видите, вода бежит с коробов. В общем, в любом случае уже лето неизбежно. Весна и смотрят. Забанит меня опять Google. Монетизации, конечно, нет, но просто могут некоторым зрителям не прийти оповещения. Вот меня. А как раньше все записать? Я не знаю. А людей столько, они даже в Москве ходят. Конфетка вот эта вкусная. Ой, вот что что-то... Твое! Делают павильон. Паша, говорит, только увидел Карелию. Добрались до Карелии. Потому что все вокруг павильона практически уже сделаны. А Карелия вот не затронута была. Ну, ее теперь делают. Все, пойдешь за соком? Пойдем? Профетка вкусная. Вот это. Из-за сбылки вкуса. Который все рассказывал. Все у меня на розыгрыш. У нас одна или две пальчики. Одна, по-моему, лежит. Паша на нее поглядывает. Я говорю, не сумеет это для зрителей. Зашли в павильон Казахстан. И у меня тоже вот возникла идея. В Казахстане же редко кто бывает. И по-моему, у нас зрителей из Казахстана нет. Нам только тогда присылали... Зрительница нам присылала конфетки, шоколадки казахстанские. Но мы же можем... Так как мы их сели, мы же можем вот такое, чтобы тоже разыграть. Купить. Есть красивые конфетки. Ну, не такие, а есть в коробках. В коробках есть конфеты. Вот типа такие. Эти казахстанские. Можно же такое тоже разыграть. Правда, мы их сами не пробовали. Но все же... Коробочка конфет. Не важно, что там цветы, не цветы. Но сам факт того, что... Сам факт того, что это из Казахстана. Что-то, конечно, не очень много упакованных таких вот зефира. Но я думаю, зефир, наверное, ну, как бы, мне кажется, совсем так неинтересный. Халва. Набор какой-нибудь. Вон там еще какие-то... А вот здесь еще коробки конфет. Рандеву. Здесь вот какие-то казаки. Что тут нашел? Печенье сахарное. Ну, что такое? Нет. Хочешь, ты же за печеньем зашел, а не я? Какого хочешь? Нет. Возьми затяжной каприз. Съешь. Можно вот, например, масло отправить. Казахстанское. Бадью вот такую. Печелитрушку. 1238 за 5 литров. Я рад, как я рад, что поеду в Ленинград. Почему у меня такая борода рыжая? Там вообще пипец рыжая. Она же у меня не такая. Пошли сюда. Смотри на кадр. Да, рыжая. Смотри. Такая же есть. Да, она такая прямо яркая. Прямо яркая. Такая лиснящаяся, блестящая. Вот это надо закрашивать. Короче, что я включился-то? Ребята, слава тебе, господи. Смотрите, какое безобразие полное. Но хорошо, что это все зацекоток. Наконец-таки. Как я его не люблю, ребята. И хорошо, что его разобрали. Если он бы стоял бы на центральной площади, он бы еще бы и стоял бы до мая месяца. А здесь его все, закрыли. Все, видите, его нету. Все разобрали. Песок уже. Паша говорит, 11-го числа. Он, оказывается, уже закрытый с 11-го числа. Ой, как он надоел, честно говоря, вообще. Хорошо, что он был здесь с краю где-то. Незаметно. И что его так рано в этом году разобрали. Вот это круто просто. Вот это круто. Не знаю, я не люблю каток. Вот он огромный. Вот этого полгода собирают. Полгода разбирают. Вот так. Хорошо, что все. Все буду сейчас хибару обойти. Вот это нужно. Вот это все. Неудобно. Придумают же. Какой сон-то сегодня так тепло. Масленица. Прощенное воскресенье. Выборы. Все совпало. Понимаете? В доме облома. Обломовых. Все. Все вместе. Дошли до павильона. Мясная промышленность. Он находится вот прямо за павильоном. Космос. Сюда редко кто туристы доходит уже в эти места. Но в общем его отреставрировали. Сделали вот такой он красивый. А с другой стороны я забыл как он называется. То ли чайный дом. То ли еще что-то. Не важно. Но в общем его еще делают. Тут он все в лесах был. Видите? Но там внутри остались. А здесь уже так скажем фасад сделали. Поэтому летом я думаю, что мы будем уже лицезреть его в полной красоте. Будь здоров. Ты так чихнул. Аж слышно было около дома. Да. Будь здоров. Скоро мы с Павликом на лесопетах поедем. Ну либо на самокатах. Уже видите? Можно скоро. Чуть-чуть еще осталось. А? Что Мичурин. Вот кто не видел Мичурин как выглядит. Иван Владимирович. Вот у Мичурин. Запомнили? Теперь вы знаете, как он выглядит. Где? Рядышком я вижу. Тимирязев. Ну, Тимирязев я видел по книжке. Он такой был. Вот почему-то Мичурин. Он какой-то мне немножко другим представлялся. Он потому, что у него все фотографии в книгах. И в... Ну, как они называются эти постаменты. Его... Он... Он там другой, совсем молодой. Вавилов. Костяков. Лукьяненко. Рунов. Баю-баю-баюшки-баю. Не ложись на краю. Придет серенький волчок. И укусит за бочок. Весна. Уже, да. Я помню, как-то мы с тобой сидели вот здесь. Года четыре назад. На этих главных... Ну, где-то вот здесь вот сидели. Вот. И помню тоже, такая погода уже теплая была. Боллия Крымья. Что там, когда ехать? Года четыре назад. Сто это было? Год три назад. Где-то так. А вот. А, кстати, я тут тоже заметил. Я не буду говорить имя. Потому что, скорее всего, этот однокурсник мой меня смотрит. И я тут зашел в одну социальную сеть. И вот у меня все-таки какие-то... Может быть, это мои такие пошлые впечатления, неправильные. Я смотрю, у него фотография. И он выглядит, как на памятнике. Знаете, есть такие фотографии. Плохая ретушь идет. Жучайшая. Как на памятнике. Хотелось сначала написать. А потом думаю, что я буду не в свое лезть. Громко разговаривает мужчина. Потому что он сам понял, что он громко говорит. Сразу стал тиши говорить. Вот. И думаю, не мое собачье дело. Но такие, знаете, аж мурашки от таких фотографий. Бегут по спине. Вот реально, как на памятнике. Ну, у каждого, может быть, свои ассоциации с памятниками. Короче, нет. Тут, кто здесь не был или будет. Вот, прямо заходите справа, либо с левой стороны обходите павильон Космос. Здесь будет как раз местная промышленность. Вот этот красивый такой павильон деревянный. И вот дальше будет фонтан Золотой Колос. Одноименные гостиницы, которые находятся на Ярославской улице, там, около нас. И на той стороне находится музей кино. Но это не музей кино. В общем, ну, не важно. Там тоже есть свой музей. С другой стороны, павильоны раньше, которые принадлежали птицам. В общем, там всякие курицы, утки. В общем, такая промышленность. А с другой стороны, вот он сейчас, его не видно. Я уже про него рассказывал. Вот там вот, вот, за прямо Золотым Колосом, фонтаном. Там вот в лесах находится павильон. Главный павильон, так скажем, ресторан в Эденха раньше был. Люди сюда приходили пиво пить. Вот прямо знаменитое место. Там пивоварня своя была. В стране не было пива тогда в какой-то момент. И вот сюда приходили, приезжали именно специально в этот павильон, чтобы, ну, и поесть, естественно, и попить пивка. Ну, вот он сейчас в лесах. С другой стороны, когда проходишь, он там прямо. Видно, что весь полуразрушенный. Там практически полностью его снесли. И вот восстанавливают теперь. Ну, в скором времени мы его, может быть, будет. Я тебе говорю не только же для зрителей, да, для канала, но и для самого себя. Потому что через какое-то время ты увидишь то, что было с тобой лет 5-6-7 назад. Вот как с выборами. Я увидел фотографии в инстаграме и понял, что это было 6 лет назад. 6! 6 лет назад! У меня было как будто ощущение, как будто это было вчера. Просто время летит. Просто время летит жуть. Просто кошмар какой-то. «Назад в будущее». О, нам сиянье снег серебрится, Вдоль подороженьки троечка мчится. «Динь-динь-динь-динь-динь» Колокольчик звенит Этот звон, этот звон О любви говорит Динь-динь-динь Динь-динь-динь Такая, помните, песня была? «Откуда она?» Такая вот какая-то мерзопакостная, мне кажется. песня ребят а ребят аурики 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 гуляют девки да надо чуть как-то что ну она реально на камере как-то ярче борода моя борода украшает мужика борода советское время как в перестройку борода борода что я уже как будто бы есть хочу но у меня такое ощущение у меня ощущение не вот как будто как тяжело бывает идешь так все легко там 27 тысяч шагов делаешь сегодня идешь и прям вот как-то бывает трудно такой знаете прям вот как будто бы ты хотя утром он так ничего много не объедали сегодня такое ощущение это живот полный как будто бы я капусты 20 кочанов съел что меня распирает какой-то такое странное ощущение хотя ничего особенного такого не ели все вместе и динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь колокольчик звенит этот звон этот звон о любви говорит ну коль нас не накормили на этом как называется на выборах мы решили просто приехать сами на рынок на приополь на красивая и купить что-нибудь себе в честь праздника у свежих огурчиков например а паше говорю года как в том году или позатом это было вот здесь прямо где трамвай на где трамвайная остановка но в общем в том либо позатом году пешеходный переход вот видите и прямо на пешеходном переходе сбили мужчину и женщину пожилые ну лет 80 наверное с чем-то вот прямо здесь на пешеходном переходе и женщина у нас пытались там но помощь оказать там я вду голову чтоб не двигали на общем прямо на перед нами уходила но вопрос с ним это вопрос том то что я говорю сейчас этот штамп я как на этой остановке выхожу если ничем не занят голова ничем не они о чем не разговариваешь то с каждый раз вспоминаешь эту ситуацию паша говорит этот триггер по психологии называется вот то есть и который вот никак вот он постоянно включается не страха никакого нет а просто скажем неприятные впечатления это не гештальт чтобы его можно было закрывать работать как-то над ним вот просто воспоминания плохие поэтому женщину это всегда сейчас как-то в голове мне кажется даже ее могу описать как она выглядела и и ну в смысле лицо чем так вот на пешеходном переходе представляете может быть поэтому будьте внимательны смотрите дорогой даже когда вы на пешеходном переходе лучше сто раз посмотреть потому что сейчас только дураков на дороге что неизвестно что ожидать людей нет группа шаги все люди почему вот этот преображенский рынок не сносит и он говорил же потопал подползти к нему потому что это территория монастыря вот это получается все территория монастыря с одной стороны остатки монастыря церковь церковные лавки там впереди преображенское кладбище вот и вот здесь получается вот рынок у нас что тут как надо писать работает унитарная да ну вот ну короче там сам факт того то что давно бы площадь то огромное представляете вот там далеке дома стоят вот там далеко и огромнейшая площадь тут какой бы у господина мэра вышел бы город как он как он называется жилой комплекс бы какой был бы шикардосненький шикардосненький народа нет потому что я думал время то мало время тоже вечер время тоже вечерний базар да он какие смотрите ковер с путиным купили вот ковер с путиным висел вечерний базар рыба мой вот 320 скумбрия 450 свежее мороженое но я уже цены примерно показывал примерно показывал малиновая лада малиновый закат